Во время съемок первого фильма «Голодных игр» на площадке была так называемая банка с ругательствами. Когда кто-то матерился, то жертвовала эти деньги в банку. Поговаривают, что Дженнифер Лоуэренс потратилась больше всех. Добро пожаловать на восьмые «Голодные игры», то есть восьмой выпуск «Культа». А мы начинаем. Для четырех религий мира Бог предстает в своем свете. А народов, о которых мы мало знаем, еще больше, чем сущностей Поднебесного. Выставка фотохудожницы Ольги Митча с ожившими картинами появилась и в Казани. Подробности у Адели. Изображения народов Африки, Азии, Севера, а также маски цивилизации – именно эти работы и артефакты можно увидеть на выставке Ольги Митча. Давайте же вместе взглянем на необычную выставку и попробуем понять культуру разных народов. На выставке представлено два проекта – «Лицо божества» и «Уязвимые». Проект «Лицо божества» включает работы, которые раскрывают использование маски в жизни человечества. Маски – это отражение уклада жизни народов, которые вынуждены приспосабливаться к современным условиям мира. Проект уникален не только своей темой, но и тем, что нам предлагают посмотреть на картины через приложения, которые их оживляют, а это очень интересно. Приложение называется «Деитис Ликнес» – «Лицо божества». С помощью него статичная картинка начинает поворачиваться и двигаться. Проект «Уязвимые» посвящен теме сохранения культуры народов Африки, Азии и Севера. Он состоит из трех блоков, каждый из которых показывает народности, их традиции и особенности жизни. Также посетителям представлены артефакты, которые были подарены художнице коренными жителями различных регионов мира. Проекты представлены в галерее современного искусства. Яркие портреты и необычные предметы – все эти работы можно увидеть именно на выставке Ольги Мичи. Посетить ее можно будет до 5 июля. Осенью и весной я хожу в ботинках с принтом «Шизофреник». И знаете, в автобусе очень интересно наблюдать за реакциями людей. Они изображают весь спектр эмоций. Кто-то, вероятно, хочет себе такие же, а кто-то записывает меня в Африке. Алия узнала, что людям нравится носить. Мы много раз говорили о трендах, а теперь давайте узнаем о модных табоказанцев и одежде, которую они никогда не наденут. Какую одежду бы вы никогда не надели и считаете ее антитрендом? Я никогда бы не надела брюки низкой посадки. Платье. Такой одежды нет. Я могу и в костюме единорога выйти. Трендовая, которая идет сверх прайс. Я надела облегающие кожные одежды. Обтягивающие белые брюки. Ну, на себя любую женскую одежду, наверное, а на нее шапку с помпонами. Не было такого случая, чтобы я сказала, что такую одежду я никогда не надела. Каждому поколению своя мода. А мы так говорили? Женскую. Почему? Потому что я в мужскую люблю ходить. А, женскую. С рынком. Что такое с рынком не так? Лучше пойти в секонд хэнд. Худя. Почему? И я не люблю это. У меня как-то спортивно, большое все. И все это носят. Никогда не надел на себя классическую одежду. Почему? На мне остался очень сильный отпечаток после школы. Хай-ухай, я оператор этого выпуска. Вот мы зашли в известный магазин. Как можно носить вот это? Вот это? Сегодня мы выяснили, что не нравится людям в одежде. А я вам скажу. Не судите, да не судимы будете. Весна наконец-то пришла. Солнышко греет вашу черную одежду. А это значит, что самое время выйти погулять. И как же прогулка без фоточек? О красивых местах Казани расскажет Полина. На улице наконец-то потеплело. А значит, самое время разнообразить ленту яркими солнечными кадрами. И устроить прогулку по любимому городу. Например, можно завернуть на улицу Тельмана и проникнуться атмосферой Старой Англии. Локация популярна среди блогеров. Особенно тех, кто интересуется стилем Дарк Академия. Также стоит прогуляться до улицы Касаткина и обнаружить очень стильные фотогеничные здания. Локация пользуется популярностью среди свадебных фотографов. Да и просто любители стильных фотографий. Но если хочется более сказочной атмосферы, то стоит заглянуть на одну из построек на Габдула-Тукае, рядом с набережной озера Кабан. Здание похоже на сказочную избушку, что непременно будет выигрышно смотреться в ленте. Теперь ваша лента, несомненно, будет наполнена яркими солнечными кадрами, которые точно поднимут настроение и вам, и вашим подписчикам. На этом выпуск подошел к концу. С вами была Анастасия Афонина и пусть удача всегда будет с вами. В главных ролях Темный человек Культурный человек Хороший коп Сонные аксолоты Книжный червяк Тот самый импостер Плохой коп